Библейский портал экзегет.ру представляет Предшествующие два псалма тоже носили под заголовки такого рода начальнику хора псалом Давида или просто псалом Давида. И вот здесь, опять-таки, просто псалом Давида. Еще раз подскажу, что мы не знаем, то ли это авторство, то ли это указание на ливического героя, от имени которого произносится этот псалом, но в любом случае фигура Давида здесь очень хорошо подходит. Неожиданно, может быть, для нас после песни восхождения, после медитативных псалмов «Ибо вовек милость его», вновь псалтирь обращается к вопросу врагов, которые нападают на псалмопевцев. Вначале псалтиря этого было очень много. И мы говорили о том, что это как будто такая обычная история. Человек приходит к Богу, попадая в трудную ситуацию. На него наседают, нападают, лишают его чего-то. И он молится о Боге как о защитнике, к Богу как к защитнику прибегает, о помощи просит его. И это вполне естественно. Меня обидели, я бегу к маме и говорю, что вот мне плохо, защити меня, накажи этих злых ребят, а меня пожалей. Часто с этого начинается обращение к Богу. Но мы еще говорили, что здесь вроде бы в псалтире идет такое развитие, здесь идет такое взросление внутреннее. Это уже не малыш трехлетний, это уже кто-то другой. И вот здесь у нас не трехлетний малыш. Мы обратили внимание в предыдущем псалме, что там появляется очень важная мысль. Зло само догоняет злодея. Оно само его побеждает. Но что такое зло и что такое злодей? Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши мне на помощь. Услышь мой голос, когда призываю Тебя. Да взойдет молитва моя к Тебе, как дым благовоний. Мои руки к Тебе воздеты. Это жертва вечерняя. Представь, Господи, стражу к моим устам, охраняя двери уст моих, не дай сердцу склониться к дурным делам, делать зло со злодеями, разделять с ними трапезу. Пусть побьет меня праведника это благодеяние. Пусть обличит меня это елей для моей головы, пусть голова моя его не отвергнет. О том я молюсь, чтобы не было злодеяний и нечестивцев. Вожди их будут сброшены со скал, и когда речь мою слышат, ибо она верна. И скажут они, раздроблены, разбиты в челюстях шеола, по земле разбросаны кости наши. На Тебя, Господи Божий, устремляю взор, на Тебя, надеюсь, не отвергни меня, сохрани меня от западни от сетей злодеев. Попадутся нечестивые в свои же ловушки, а я безопасно пройду мимо. Ну, вроде бы, на первый взгляд, все то же самое. Да, нечестивцы погибнут, Господи, ты это им обеспечишь, и спасибо тебе за это большое, потому что я праведник. Но все гораздо глубже. Во-первых, отметим, попадутся нечестивые в свои же ловушки ближе к концу. То есть есть вот это напоминание, что зло не имеет самостоятельной ценности. Зло — это то, что творит человек, и то, что причиняет страдания другим, но и ему самому. То есть зло догоняет человека. А потом, давайте обратим внимание, пусть побьет меня праведник, это благодеяние. Если он меня бьет, так он злодей. Пусть обличит меня, это елей, то есть благовонное, и, возможно, даже освященное масло для моей головы, пусть голова моего не отвергнет. То есть получается, что, когда меня бьют или обличают, это может быть мне полезно, это может быть он праведник, а я злодей. У нас псалмопевец такого до сих пор о себе не говорил. Он говорил иногда о том, что он грешен. Более того, здесь смотрите, да взойдет молитва моя к тебе, как дым благовоний, он на стороне Бога, он молится ему, это жертва вечерняя, там приносилось утром и вечером жертву в храме, но, представь стражу к моим устам, не дай сердцу склониться к дурным делам. Он прекрасно понимает, что в числе злодеев легко оказывается он сам. Не дай делать зло со злодеями и разделять с ними трапезу. Делать зло, но это может быть более очевидно, там заниматься грабежом, но даже быть им товарищем, даже вот быть с ними за одним столом, и то это уже некое преступление, и то это уже некоторое вот причисление себя к их числу. И псалмопевец понимает, насколько легко ему самому оказаться на стороне злодеев. Поэтому, ну вот мы читали в совершенно замечательном о Псалме 138-м, о том, что Господь знает его лучше с самого рождения, чем он сам, и там псалмопевец просит Господа оценить его путь, на верном ли я пути. И вот здесь он еще более подробно и конкретно об этом говорит. Охраняй мои уста, держи мое сердце в узде, пусть меня побьет праведник. То есть здесь он уже доходит до мысли, до которой очень много людей не доходит, что зло это не когда мне плохо делают, а зло это когда я делаю плохо другим людям прежде всего. И наоборот, какое-то внешнее сдерживание может оказаться благом для меня. Ну а так, да, нечестивцы будут сброшены со скал, вожди их, по крайней мере, раздроблены, разбиты в челюстях шеола, это мира мертвых, разбросаны кости. Но главное, мне бы среди них не оказаться. Месть-то будет им, точнее не месть, а вот это зло, которое само догонит его носителей, которое само им не даст жить. Но главное, где окажусь здесь я, это совсем другой псалом Давида, чем те, которые мы читали в начале, хотя сначала вроде бы все очень похоже. Но у нас еще впереди несколько других псалмов Давида 140-х. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ